Продолжение следует... На предприятии, мы говорим, работают. Вы говорите, около 30. Где оставшиеся? Как они работают? А 7-е вы не считаете? Я говорю, работников, вы говорите. Работников по 17 у меня устроены. Автобусов 10. Автобусов 10. А работников по 17. Как-то вот, знаете, цифры не имеют. А как должна быть? Сколько все-таки у них выходов на... 89-91%. 89-91%. То есть 95-ти нету даже, как смотрят на муниципальный контракт. То есть вы нарушали в течение почти полугода условия муниципального контракта. А тогда вот это пострадали? Пострадали. Конечно. Пассажиры. Пассажиры пострадали. Вот я уже не раз на Координационном совете говорил о том, что не пассажиры для вас, а вы для пассажиров. Вы обслуживаете жителей нашего города. И если вы не обеспечиваете количество выходов на линию, это значит, что страдают пассажиры, жители города страдают. И когда вы подписываете условия муниципального контракта, вы должны осознавать, что за нарушение, неисполнение его, вы будете нести ответственность. В данном случае, в одностороннем порядке, администрация расторгла с вами контракт. И вы не первый, и вы не единственный, с кем такая процедура была проведена. Я правильно говорю? А с кем еще? Напомнить фамилию? Напомнить. Манаева. Смысл тоже. Нарушение условий муниципального контракта. Тоже самое. Нарушение условий. Там просто односторонний отказ был выхода на линию. Там совсем другая ситуация была. Но то же самое. Пассажиры страдали. Страдали пассажиры. Я вчера в Заречии встречался с населением, где жители высказывали претензии по работе как раз автобусного транспорта. Как раз оприва. Я не говорю конкретно про транспорта. То есть высказывали претензии. В том числе и вот вы. В этой когорте замечательной. Но если у остальных, это практически разовые нарушения, то у вас это системно было. Системно. Петрович, мне надо утрировать. Да почему утрировать? Это данные. Официальные данные зарегистрированные в диспетчерском центре. В течение пяти месяцев вы нарушали условия муниципального контракта. Не обеспечивали выходы автобусов своих. Соответственно страдали пассажиры. Вовремя не приезжали на работу. Покажите мне хоть одного пострадавшего. Вы о чем говорите? По 21 маршруту через 2 минуты идет автобус. Через 2 минуты. Вчера вопросы задавали, что невозможно уехать. Объясните, почему вы обеспечивали условия муниципального контракта? Объясните, потому что в воскресенье я не могу работать в убыток. Потому что по 21 линии автобус приезжает. Минус 500, минус 800 рублей. Я вам дам автобус. Поработайте в воскресенье. То есть вы хотите в часы, когда вам выгодно работать, в дни, когда часы не выгодны, не работать. Я хочу просто работать. Из ваших слов именно вот это. Я хочу просто работать. Просто работать. Это надо и в воскресенье работать, и в рабочем. Вы нарушили условия муниципального контракта. Вы подписались под графиком выходов. И сейчас вы это подтверждаете своими словами. Что это подтверждает? На выходные дни вы не уходили. Вы не уходили в выходные дни. Вы не перевозили людей. Все перевозили. На выходные дни, на выходные и праздничные. Но это уже разговор не о чем. Вы сейчас только подтвердили, что вам не выгодно работать. Далее. Вам выгодно работать. Вы знаете, в тарифе, какая зарплата должна быть у ваших сотрудников? Тариф, который мы в свое время приняли. Какая у всех, такая у меня. Какая у вас, вы знаете? Я не знаю. Скажите, вы директор. Вы скажите, какая у вас зарплата. Я не знаю. У вас есть право вставить в пенсионный фонд и узнать, какие отчисления. Нет. Вы скажите, вы директор. Скажите, какой уровень средней зарплаты на вашем предприятии? Я не знаю. Нет, вы говорите, у вас голодные люди остались. Сколько вы им оплачивали за их работу? За их работу. За их работу. Сколько? Наверное, им хватало, раз они сытые были. А сейчас голодные. А, наверное, им хватало сколько? 8 тысяч рублей, что ли? Почему 8 тысяч рублей? 8 тысяч рублей у вас в среднем зарплаты, официальная статистика. Только сюда еще и техничка входит, вы не забывайте. Замечательно. На том, который работает за 100 тысяч. То есть у вас 18 человек, это кондуктора, технички и так далее. Так сколько у вас на линии? Ватопусы? Все у нас хорошо. У меня проверял трудовая инспекция и замечаний не было. То есть 8 тысяч? Еще вопрос. 8 тысяч? Я не знаю, 8 там или 18 тысяч, еще не знаю, сколько. Вы даже не знаете, сколько. Вопросов не было. Ваши залины, не знаю еще. Да, я знаю. Вопросы есть, я не знаю. Все. Нет, вы же приехали, нам вопросы задать. Я не знаю, сколько у меня получают. Вадим себе. Замечательно. Все. Все, тема заключается. Следующий вопрос на повесе дня. Следующий вопрос, все, к судар. Продолжение следует.